Могу ли я каяться в грехе, сознавая, что избавиться от него пока не в силах и, скорее всего, снова им согрешу? Мне кажется, что в такой постановке вопроса содержится одна большая ошибка. Короткий ответ на этот вопрос – да, и это принципиально нужно делать, нужно приносить покаяние. Но в чем проблема в постановке вопроса? Нам кажется, что мы в рамках собственных сил и возможностей можем осуществить любую работу над самими собой, привести себя ровно в тот вид и порядок, которые нам кажутся должными относительно того, какое представление о себе мы имеем. И вот в этом должном виде и порядке, хорошем, мы уже и можем предстать перед Богом. Потому что с плохими он взаимодействовать не будет. Здесь ложен каждый тезис. Потому что, во-первых, мы видим, что Бог принципиально нацелен на то, чтобы призвать не праведников, а грешников к покаянию. То есть никакая греховная нечистота не может запятнать чистоты одежд Христовых. К нему прикасается и женщина, страдающая кровотечением, то есть ритуально нечистая, и женщина, которая была известной в городе блудницей, то есть нечистая греховно в плане моральном, нравственном. И то, и другое не оскорбляет Христа. И той, и другой он воздает должное. Ищущий исцеление дает исцеление, ищущий прощение преподает прощение. При этом важно, что сам тезис, что в рамках некоего аскетического делания мы можем полностью переделать себя, и вот в этом хорошем виде предстать перед Богом, также ложный. Ровно потому, что для этого нам принципиально требуется содействие Божией благодати, Его силы и помощи. Мы помним, что наша природа, к глубокому сожалению, тлеет грехом. То есть она, к сожалению, не функционирует так, как задумано Богом. И поэтому на нас в полноте сбываются слова апостола Павла о том, что несчастный я человек, доброе, чего хочу, не делаю, злое, чего не хочу, делаю. Но об этом говорит апостол Язычников, человек, обративший все Средиземноморье, тот, кто, в общем-то, как бы с апостолом Петром, является, ну, наверное, самым ярким из всего сонма апостольского. Но и он утверждает, что не вполне и не до конца победил в себе те или иные греховные интенции. Соответственно, отсюда мы делаем вывод, что в поиске помощи Божией, в поиске Его благодати, даже при условии, что мы возрастаем в отношениях с Богом, движемся в них, мы все равно будем находиться всегда. Потому что чем глубже мы в этих отношениях, тем больше правды мы о себе видим, тем больше нам хочется этой чистоты и святости перед лицом Божьим. И достижимы они в данном случае прилеплением к Богу, поиском Его помощи, Его содействия, Его благодати. Поэтому, осуществив покаяние, то есть перемену ума, поняв, что до этого мы делали нечто и считали это должным, а теперь мы поняли, что это недолжное, мы и приходим на исповедь, ища как раз содействие Божие. Мы не обещаем Богу праведность, мы обещаем Ему усилие и открытость. Усилие — это то немногое, что можем мы, а открытость — это готовность принять то великое, что хочет преподать нам Он, к тому, чтобы в итоге в каждом конкретном из нас победа осталась за Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok